приветствую всех дорогие друзья вами черный металл в игре ризинг ну чтож магический барьер то я вряд ли могу пройти как-нибудь но вот надо эту фигню попробовать как-нибудь завалить хотя попытаться игриться арбалет нам в помощь ой так надо привыкнуть сейчас будет это реально вообще ну чисто теоретически реально кстати мы даже с первого раза не убил а люди ящерицы то будут помощнее нет убил что я могу сказать попытался много раз побороться с той фигня бесполезно это абсолютно давайте хоть с этим чудиком вот девушки поговорим вашей проблеме с карлами конец если бы все проблемы так легко решались я думал они лишь дожидаются своего часа они определенно более упорны чем обычно и лучше организованы лучше организованы ты хочешь сказать что у них есть вожак ходят слухи но это всего лишь слухи и болтовня нет дыма без огня но это всего лишь выдумки некоторые из людей слышали как карлы говорят о гиргере это миф существо которого нет и мы не заметили ничего необычного звучит как байки у костра да но карлы изменились они никогда не действовали так раньше слишком на меня прислал инквизитор он ждет когда будет доставлен кристальный диск проклятье я знал что он не забудет об этом проклятые карлы они украли его боюсь что так инквизитор этому не обрадуется у меня недостаточно людей чтобы держать их на расстоянии так мило ну и что же я скажу инквизитору простите но вы не сможете получить ваш кристальный диск карлы используют его как кухонный стол нам необходимо как-то вернуть его удачи в этом теперь это не только моя проблема но и твоя засанец я знал что этим все кончится что если я поищу кристальный диск это помогло бы нам обоим я должно быть в благодушном настроении извини думаешь мне нравится просить и так где эти карлы карлы обычно приходят с востока гениально а что там на востоке насколько мне известно там добрый кусок земли дальше скалистый мыс ты можешь добраться до него через длинный канатный мост ты считаешь что карла на мысе наши дозорные нигде не видели их лагеря а на мыс они не забирались ну ладно давайте-ка сбегаем это я так полагаю если по карте сейчас пробегусь посмотрю где-то этот мост я видел бегал я тут бегал сейчас покажу где примерно в общем то вот сюда я забежал по дороге в город здесь есть такая небольшая тип тропинка вот спуск вниз идет то помните вот здесь есть отход такой и нашел здесь карлов может здесь и как раз и к нему там бога или вождя найду так иди сюда мелко ты плесень понять бы где он папа готов подхилим ся то есть эти задания все взаимосвязаны любопытненько что же не кузнец может сделать и 7 все эти компоненты доставка ладно поперлись дальше может по верному пути хотя бы иду лопата мертвец певцо эх мужик с похмелья не смог дожить ревитация тег это у нас чё колечко ожерелье лопатка ну-ка чего сундуке чё сундучки малый янтарь и немного золото юмора не понял через покопать нечего что да ну нафиг факел руки возьми ты это не интересно как-то спуска вниз здесь я не очень-то хорошие вижу я его даже не видел толк от этого нету ну да копнуть здесь нечего но малый янтарь нашли хотя бы ладно побежали далее я тут кое-что вспомнил яж от задних ворот то то толком практически никуда не бегал ничего не исследовал смотрю четыре кабана пасутся давайте-ка с ними разберемся на мясо пусть мясо мясо и шкуры всегда полезно и прогуляемся как раз вниз игра в упор не помню был я здесь внизу или нет островочек нет здесь я точно по ходу не был мелкая гадость какая опять на меня покушаются не совесть и не честь и утра вкает хорошо так до этого острова смогу добраться интересно или нет надо бы попробовать довольно забавно так все выглядит значит бережок тогда смотрю так с них опыт по 90 ну нормально привет ребята ваша раковина как нельзя кстати эш и сам еще раз да заготовок смотрю стальных сундуках разбросано горячих мама не горюй нормурка ну а и все так а когда остров добраться вот так он на меня смотрю и смотрит реально ли это вообще можете знак заклинание левитации может нужно ладно попробуем уж надеюсь не утону вроде брод нормальный я просто понял что персонаж в этой игре походу не умеет плавать да кстати вышли на бережок отлично еще получается еще и острова есть какие-то а так это просто всего одна карта интересненько забавно что у нас здесь вкусного привет ребята я так не играю все моё тихо 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 вот наглая гадина какая пей давай блин чуть не убила может с арбалетом их надо то чтоб тебя гадина какая да 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 счастье дамс решил заглянуть сундучок такая в нем что-то смотрел еще или нет нет конечно же и еще раз не удивилась горит бог мана до того это не стоило так интересно здесь рассвет то когда блин будет то хоть так растенится возьмем но интересный островочек интересный давайте-ка сбегаем вглубь этого острова сомневаюсь правда что здесь я найду этих форишек который диск сперли то мне интересно что я здесь вообще найду кто у нас тут ухи иююю июю это от хвостик которое вижу мне вообще ни разу не прикалывают хотя теоретически то вижу значит растения корону а очень интересно становится кое-что скорпион прыгать не умеет что-ли скажите шоу не умеет прыгать пойму зачем прыгать а ему не надо блин прыгать спрашивается а нафига так не застревай в деревьях только эти прошу так это тоже как бы все по-плохому выходит до хочет сценарий но попробуем как-нибудь выдержать лишь водоплавающий ты твой налево мемс чувствуя с ним долго буду возиться хотя и такой он жутко мощный правда камни он обходит это просто жесть на таком расстоянии как будто я не знаю да 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 лови лови постоять можешь и и шанс мы тут круголей понаворачиваем но иди сюда иди сюда глава те еще не закружилась маленький на не очень-то рад скорпионом здесь может хоть что-то ценное охраняют не так же зря они там на острове тусуют на тебе в лобешник на еще разок еще от жака с них болты нельзя собирать ну спасибо шу пузика показал ага теперь он тактику поменял вот гидоныш какой ой 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 то есть они тактику еще меняют зашибись То он сначала обойти камни не мог, то теперь обходит их спокойно. А, нет, на сих пор не может, бедолажка. Волзи к папочке, молодец. Вот тебе еще что-то полезное. Так это на рынке тоже продавать бесполезно, у тебя больше болтов уходит, чем я артефактов собираю. Да ладно. Главное, что целы и живы. Остальные они и так столь важны. Так, а почему-то да птицы перепрыгивали, если там тропинка была. Забавно. Вот, здесь есть тропинка, они здесь прыгали почему-то. Так, надо еще убедиться, что скорпион был один. Так, корона героя еще одну нашел. Это пригодится, как всегда. Вы хотите сказать, что я сюда приперся и повоевался скорпионом, только ради корона героя? О, как все печально-то. Ни клада, ничего нету? Факел. По ходу дела, да. Ниндз. Обыдненько. А это что за нафиг? Эмм. А что вот это вот такое? Угу. Ну что ж, два вопроса. Для красоты ли это или нет? И... Если я прыгну, я не разобьюсь? Ха-ха-ха. И никто ли там меня не ждет? Третий вопрос. Ну, вроде никого не вижу. Давайте попробуем... Ага. Ага, уже ждут. Вижу. Воин скелет, это хорошо. Ед я удачно. Здрасте, дяденька. Можно вам в глазик попасть? Я не знаю, смогу ли я справиться с воинами и скелетами. Да-да-да, не возмущайтесь. Что за фигня? Смогу ли я отсюда выбраться от этого? Меня начинает еще больше интересовать. Ну, чисто теоретически... Еще один воин скелет? Я вот что-то плоховато как-то вижу. А, нет. Попадаю, остальное пофигу. О, как хорошо в лобешничек-то идет. Я, правда, туда сразу грохнулся. Я бы там откопытился моментально. А то, скорее всего, я найду сундук, который не смогу вскрыть. Хм, кто б сомневался. Ну... А, так там... Вода, что ли? А что, рискнем? Ага-га-га-га, ладно. Давайте попробуем. Пойманы. Морской гриф мертвый. А, вот куда они попадали. Я-то все тела искал. Ничегось. Ну, ладно. Спрыгнул я сюда. Убил двух скелетов. Дальше-то что? Мм... И ничего нету, да? Кривая ветка. Намс. Что, серьезно, что ли? Да вы издеваетесь. Мм, булава с шипами. То есть я забрался, фиг пойми куда, фиг пойми зачем, для того, чтобы ничего не получить, да? Милота-то какая. Я надеюсь, я тут живым-то хоть, блин, выберусь. Тихо-тихо-тихо. Вон оно как, да? Это любопытненько даже. Нет, давайте-ка вернемся. Мне что-то интересно стало. Должно быть что-то... Какой-то секретик хотя бы. А то... Мне интересно даже как-то. Ну, что, даже копнуть нечего, что ли? А чё ты тут подобрал? Каменная плита. М-да. Круть-то какая-то. Ну, давай, найди мне чё-нибудь. Сундук-сокровища. Этот замок слишком сложный. Ух ты! Кто бы сомневался, а? Ни разу не сомневался, что именно так оно и будет. Ладно, здесь хоть территорию я очистил. Запомню, что здесь... Под островом. Тайная пещера. Сундуком с сокровищами, которые я не смог скрыть. Уже, наверное, третьим. Чудно. Безымянный разбойник? Ну, хоть какую-то могилку скопаю. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь что-то есть. Как меня это... Иногда вымораживает. Поэтому-то надо будет бегать по новой, все искать, все эти сундуки вскрывать. Ну-ка, хотя бы там у меня навыка взлому не хватает. Во всех остальных вообще ключи были нужны. Это жесть. Четвертый тройняшка? Без правильного ключа это не сработает. Слушайте, я уж скоро точно ругаться буду. Если мы тянусь, то уж извините. Че-то меня это начинает как-то... Совсем чуть-чуть напрягать. Значит, вот так вот надо пробираться к этой вот фигне. Ладенько, давайте хоть... В город, что ли, сбегаю. Так, четвертый тройняшка. Это братья... Вот эти вот тройняшки. Это я понял уже. Они меня должны ждать возле запасного выхода с города. Давайте как-нибудь сбегаем, узнаем, что у них там за четвертый тройняшка. Может, расскажут мне. Ну, пока поперся я в городу, да вон, моллюсков пособираю. И я подошел к этому чудику. Он меня теперь может обучить третьему уровню карманной кражи. Я хочу стать лучшим карманником. Неплохо. Давайте попробуем-ка его обнести. Назад. Зачем ты тут стоишь? Как тебе сказать? Слежу за всем, что не следит за мной. А мне казалось, ты будешь у Сони. Там так хорошо. Кошелек. И что мне там монеток подкинет, интересно? Мешок, кошелек. Оу, слушай, другая. Спасибо тебе. Если у тебя так много свободного времени, я завидую тебе. Мило очень. Какая милота. Так, давайте-ка нашей подруге в детство сходим и с ней поболтаем. Так, как к картографу тоже бы не помешало сходить. Вот так, чтобы узнать, где он. Потерянные в библиотеке. Инструкции по выживанию для библиофилов. Это интересно даже. Любопытненько. Инструкции по выживанию для библиофилов. Я могу тебе сказать, куда самой пойти. Что случится дальше? Что тебе нужно? Ты получил, что хотим. А, понятно. Он у меня до сих пор обижен. Я представляю себе хороший кусок крылья. Нифига не нужно. Не слишком соленый. Мне нужен отдых. Так. Десять сумок с инструментами стео хватит. А, о, давайте-ка меч ящер узнаем. Ты видел когда-нибудь такой меч? Посмотрим. Это обсидиан. Я с ним пробовал работать, но никогда не думал, что из него можно сделать меч. Попытался однажды, но заготовка оказалась хрупкой и раскололась при первом взмахе. Погоди. Ты видишь это? Похоже на золотые прожилки. Может, это золото придает гибкости обсидиану? Так. Чему ты можешь научить меня? У-у-у. Ты можешь сделать меч из обсидиана? Ну, если найдешь нужные материалы, я могу сделать заготовки, а обрабатывать их сам будешь. То есть, тебе нужен обсидиан? И золото. Ты приносишь мне обсидиан и золото, а я попробую сделать из них заготовки для мечей. Так. И сколько тебе надо? У меня есть обсидиан для тебя. Теперь есть? Так. А ну-ка. Сколько обсидиана понадобится? Чем больше заготовка, тем больше обсидиана. Для одноручного меча потребуется 8 кусков обсидиана. У меня всего обсидиана, дайте посмотрю. 12. Блин, одноручный меч тут попросить, чтобы он сделал. Ммм. Ну, давайте. Одноручный меч, фиг и с ним. Умень. Теперь есть? А ну-ка, сейчас, секундочку. Что ты хочешь? 8 кусков, 10-12. Что-то по главам там он будет мне давать больше. Ладно, пока не буду обсидиан использовать. Слишком уж он редкий. Пойдем, давайте побазарим с Петти. Ты теперь в банде Дона, да? Ну вот и на кой ляд тебе это нужно было? У тебя проблема с Доном? Они все практически просто мелкие воришки. Готовы золотые зубы у старух прямо изо рта воровать, а потом говорят, что на их же благо. Мол, чтобы язык себе не прикусывали. Всегда оправдание находит. И всегда действует в интересах острова. А пираты, это нормально? Пираты, люди способные. Из всех людей Дона, ни один не сможет парус поставить. Ммм, промолчу. Путь из города лежит через кладовку в борделе мадам Сони. Что, правда что ли? Даже и не подумала бы, что у этой дуры хватит смелости. Я смотрю, она не теряется. Тем не менее, у тебя кольцо правды. А я до сих пор не узнала от тебя ничего стоящего. Увидимся у Сони. Сначала покажешь мне туннель, а потом уже поговорим о твоей награде. Он сказал, что оно было вот таким большим. Ты не знаешь никого по имени Балтуру? Нет. Ни разу не слышала. Странно. А он, похоже, считает, что знает тебя. Говорит, что его босс хочет, чтобы я тебе помог. Готова спорить. Я знаю, кто его босс. Злуг у него и без тебя хватает. Надеюсь, он пожалеет, что свел нас. В смысле свел? Я уж на тени жениться собрался. Ну ладно. Он будет рассказывать всем, даже если кто-то не жил. Пусть пока наша мадам идет. А ну-ка, с этим чудиком побазарим. Здорово, что ты решился присоединиться к Дону. У кого б не научиться вскрыванию замочков? Безусловно, на втором уровне это очень мало. Так, давайте-ка я сбегаю к этому сидящему. Пойти, пусть пока идет своей неторопливой подходочкой. Не беспокой меня. Ладно. Будем надеяться, что бури обойдут нас стороной. Вижу, Эстебан нанял новых людей. Ему требуется подкрепление. Лак ему в руки. Я сыт по горло этими чужаками. Сначала войска с материка, теперь инквизиция. Немс. Все ему не так. Дон признал тебя. Чем больше нас, тем меньше людей останется для белых мантий. Удачи. чечень-кре-кина кусок. Ну ладно. Это даже немножко забавно. Так, а что я смогу сойти сделать с зелий? А, ничего. Узнаем, какие новые рецепты есть. Это я. Привет, мужик. Чего тебе здесь надо? Иди сюда. Здесь нет ничего для тебя. Да, я в курсе, в курсе. Мне надо поторговать с тобой. Поторгу. Ты, чего у тебя тут новенького? Рецепт. Это не следующий, салон, вино. Ага, корона героя шляпа Пикси. Берем. Виновый гриб корона героя сосуд. А, ладно. Гриб, гриб, гриб. Корень маны. Щипцы для зубов. Так, вино я не помню, нужно ли мне вот это вот. Нет, это мне уже не нужно. Вот это вот будем брать тогда. А, их так мало-то. Хватит мне хоть золот. Ну, вроде хватает. Хи-хи. От заразы. Так, что я теперь могу сделать? Что-нибудь? Так, зелье. Ловкость плюс 6. Ладненько. А это что? Максимальная жизненная энергия. Да уж. А что-нибудь силу повышающую нету? Походу нету. Ну, побежали пока к мадам Соне. Что ж могу сказать-то? И как раз давайте зададим тетеньке к вопросу о ее сыновьях. Я поговорил с Уильямом. Уильям? Мой мальчик? Ну, как он? Он учится в монастыре. С ним все в порядке. Я сейчас не хочу разговаривать. Эй, ну, это нечестно. Так, а с этим? Что это ты здесь делаешь? А ну-ка, у тебя что есть, дяденька? Колбаса. Лук есть, кстати? Ага. Вот лук мне и нужен с картошкой. Насколько я помню. Ладно, сваливаем отсюда. Сейчас я к коменданту сбегаю, да и к Соне побегу. В бурдель. Сопровождал инквизитора внутри горы. Было нетрудно догадаться, что ты тот самый человек. Почему ты один? Что ты сделал с Мендосой? Чего? Ага. Это я так с ним мило поговорил. Класс. Проверим картографа. Ну, карта уже готова? Я пришел за картой. А я как раз ее закончил. Если она тебе нужна, давай деньги и забирай ее. Сколько хочешь-то. Можно мне забрать карту? Осторожнее с ней обращайся. Карты это произведение искусства. Чудно. Ага. Прикольно. Красиво, кстати. Так. Вот теперь я вижу длинный веревочный мост, через который мне нужно пройти. Чтобы найти этих Карлов. Вот теперь как бы уже все видно. Хотя понятно. Это вам не проходной двор. Это больше не повторится. Хорошо бы. Этот тоннель наша дорога жизни. Да, я понял. Я отнес твою посылку Дону Истебану. И каков был его ответ? Он был счастлив получить эту посылку. Хорошо, хорошо. По крайней мере он получил то, что хотел. Итак, все счастливы и довольны. Что ж, тебе удалось доставить сообщение. Хорошая работа. Ага, спасибо. О, золотишко это хорошо. А можно как-нибудь побыстрее сюда попасть? Один из фермеров уговорил меня взять этот камень. Он утверждал, что с его помощью можно перенестись внутрь города. Вот, можешь взять его. Я не доверяю магии и ордену, который ее использует. Отлично, слушайте. Это тема Малый Рубин. Сколько стоит? 150. Ладно, пригодится, надеюсь. Так, может, ему что-нибудь продадим? Три сабельки можно продать. Ну, в общем-то, все, что я тут наохотился за все время, убивал целую тонну зырья, это вышло всего на 2030 золотых монет. Как говорится, любите и жалуйте. Я бы сказал что-то, но это вообще не о чем. Я потратил 20, получил 10 раз меньше. Ага, пойдем посмотрим на этот воображаемый туннель. Я проверю. Путь наружу чист. Туннель выведет тебя прямо за городскую стену. Впечатляюще. И не слово, вознаграждение. Мне не часто приходится это говорить, но спасибо тебе. Когда я найду то, что ищу, я отплачу тебе за услугу. Обещаю. Я пока что укроюсь где-нибудь на берегу за городом. Надо же с чего-то начинать. Я там пробуду какое-то время. Это на случай, если вдруг захочется меня найти. Сомневаюсь, что мне захочется тебя найти. Так, мне сейчас надо этих трех братьев найти. Попробую узнать что-то про четвертого брата. Правильно, хоть бегу. Ага. Шум Бриза слышу, значит правильно. Так, эти братья должны быть где-то здесь, я надеюсь. Нет, их здесь увы нету. Даже они смотались. Они хотели стать лагерем под городом. Лагерем под городом. Это я точно помню. сейчас вспомнил. Ну, давайте попробуем посмотреть, куда они там стали. Пора нам поговорить на чистоту. Что там такое в письме твоего отца? это? я тебе что-то рассказываю, значит, я тебе доверяю. И поверь мне, меня лучше не предавать. Дело вот в чем. Когда я сказала, что отец на острове, я имела в виду, что он был на острове. Значит, он уже не здесь? Нет, не думаю. Но я уверена, что он здесь что-то оставил. И любой мерзавец на острове готов убить свою мамочку, чтобы это получить. В общем-то, это местечко с костром не для братьев предназначалось, а для пэти. Что оставил твой отец? Скажу тебе, когда найдем следующую зацепку. Что ты сейчас планируешь делать? Судя по найденному тобой документу, у моего отца был другой тайник, подальше, вглубь острова. Если верить оставленные им подсказки, этот тайник в могиле. И его нужно найти. Я пойду с тобой. Сам решай. Я покажу дорогу. Просто скажи, когда будешь готов. О! Ты не научишь меня чему-нибудь? Чему-нибудь, что поможет нам в наших поисках? А, да, конечно. Я могу тебя научить паре полезных штук, которые знаю сама. Чему ты можешь научить меня? Да вы, блин, издеваетесь. Покажи мне как нужно вскрывать твое уж налево. Я уже все понял. Крабатики тоже изучу. дайте-ка подумать. Ага, я здесь, а мне надо аж туда. сюда. Давайте-ка, дорогие друзья, я сейчас бегаю на этот маленький островочек, попробую скрыть этот замок, посмотреть, что там лежит такое. мне это очень лично интересно. Ну что ж, добежал я до этого островочка. Ой, жемчужину не нашел, какой я нехороший. давайте посмотрим, что здесь за сокровище. Сорона очень сложно. Так, подсвечник класс. Изумруд еще лучше. Сломанный полуторный меч. Ааа, сломанный полуторный меч. Еще кончик меча есть. Так, это интереснее уже. Щипцы, дубина и сколько золота? 155. Хм. Так, значит, не надо найти второй секретик получается. А что, может, какой-нибудь имбовый меч будет. Хозяй, если честно. А пока телепортнуть город. О, давайте посмотрим, хоть куда я так перенесуся. так, мне еще ножны меча. Нужно я смогу мечся сделать. Ну что же, дорогие друзья, на этом буду прощаться в следующей серии. Побежим к Пэти. Точнее, побежим с Пэти. Посмотрим, куда нас наша подруга тут заведет. и, как говорится, с хорошей довольно-таки картой. Я, честно говоря, не знаю, где искать эти ножны. Ладно. По ходу дела возможно их найду. Ну что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, а просто оставляйте под видео. На YouTube с вами был Черный Метал. Всем удачи, всем пока. Пока.